здравствуйте дорогие друзья с вами владимир и сегодня видео все цело посвящено вам подписчикам то есть вашим мыслям вашим личным опытом короче вашей информации это те люди которые делятся своей информацией в к и присылает мне ее на почту по традиции я буду говорить только имя человека может кто хочет остаться инкогнито если же нет то по его просьбе я оставлю ссылку на его страницу в к или канал ю тубе ну например вы хотите с ним пообщаться или он хочет пообщаться с вами сразу хочу сказать что я не могу весь материал выложить это для того чтобы вы дорогие друзья не обижались до подписывайтесь или добавляйтесь друзья в к если у вас есть интересная информация вы можете со мной поделиться также пишите мне на почту все ссылки будут оставлены внизу под видео в описании кто не знает так вот пишет нет дайлер я считаю человек со мной поделился очень интересной информацией и самое главное что она несколько совпадает с моей есть определенные моменты которые со мной в жизни были но потом я как-нибудь вам расскажу или сегодня посмотрим сколько времени займет у меня зачитка данного текста начали как обычно после трудного рабочего дня я лег спать ничего не ожидая рядом лежала жена она уже спала я стал медленно засыпать и почему-то засыпание мое было необычным словно я был в полусонном состоянии я лежал на спине но глаза были почти закрыты в какой-то момент я заметил у своих ног силуэт фигура была человеческая но настолько глубоко черная фигура что мне казалось в ней бездна бесконечная темнота я настолько испугался что меня просто как будто ток от головы до пяток шарахнул это был страх и бессилие то есть я чувствовал за ним такую силу что сознавал с ним биться без толку я не понимаю как но чувствовал его взгляд видел черный силуэт человеческого вида по силуэту это был мужчина он чувствовал меня и мой страх так же как я его мощь на что он как бы тихо ухмыльнулся немного как бы посмеялся дело в том что никаких звуков он не издавал как и я все было как-то телепатически после его так скажем ухмылки он сказал не переживай затем как я понял по движению силуэта он повернулся ко мне спиной и направился в угол комнаты возле шкафа к моему удивлению я увидел в этом углу черную такую же глубокую черную как он овальную дуру и уходя в нее он сказал мне следовать за ним я настолько боялся что просто не хотел отлипаться от кровати я проснулся среди ночи весь потный от стресса наверное с одышкой в груди огляделся никого нет и в углу стены тоже ничего жена еще сказала что я немного стонал во сне но честно говоря не думаю что это сон он настолько был явью и настолько я все помню чувствую прошло несколько дней а может даже неделя поехал я к отцу в другой город выехал в обед приехал к вечеру пообщались с отцом о планах на завтра в эту ночь лег спать к 11 вижу сон я просто в темноте осмотревшись повнимательнее увидел маленький шар понял что это земля я конечно был удивлен такому событию понял что я парю в космосе постепенно будто бы ко мне стало возвращаться зрение я почувствовал со стороны спины яркий свет как бы обернувшись я увидел огромную луну со всеми ее кратерами ту самую лицевую сторону никогда не думал что она так огромно выглядит и пока я разглядывал ее я чувствовал его того самого я вообще никак не видел ну как бы объяснить то самое земное слово подобрать чтобы понять как его почуял ну совсем по вибрациям того самого который приходил ко мне спальню он опять посмеялся надо мной я все же чувствовал странное ощущение такое будто бы верующий предстал перед богом одновременно боготворя его одновременно немного боясь что ли или как сказать но в общем силу его разума вот что чувствовал он сделал мне замечание сказал что мои мысли сумбурны и я не могу сконцентрироваться попросил меня это сделать кстати это общение даже телепатии назвать нельзя все как-то моментально как будто мы просто щелкали как щелкает ток при замыкании моментально и быстро я по его совету успокоился и стал поочередно задавать вопрос кто он и почему я тут он ответил что когда-то много раз был человеком на этой земле и свой цикл давно закончил сказал что может мне пояснить и ответить на беспокойство моей душе сказал что мы люди переплетаемся в море искажений просто потому что не можем сконцентрироваться мы как дети упали в лужу и плюхаем воду от безысходности когда можно просто встать я стал задавать ему вопрос за вопросом и получил очень много информации проснувшись чтобы не забыть я сразу начал записывать в тетрадь возможно что-то упустил но важно я думаю запомнил через два дня я вернулся к себе встретила жена дети все как обычно мы поужинали все и когда я рассказал жене о сне она ошарашенная говорит мне что в тот день когда я уезжал она перед сном спальне лежала копалась в интернете что-то там читала о питании для малышей в комнате горел светильник и от ее колено на стене была тень рядом спал наш маленький она говорит что когда я опустила колено свою тень на стене я не нашла потому что она снова подняла колено тень также не двигалась затем тень как бы спустилась быстро и исчезла оказалось что реальный тень от ее колено вообще в другом месте жена стала руками двигать проверять не причудилась ли ей это оказалось что ее тень была внизу почти у пола а не на стене я так понял что эту сущность пришла ко мне и искала меня все-таки нашла меня в другом городе и все мне пояснила разумник я назвал ее больше я его не видел во снах кстати некоторые темы которые затрагивал касается и переплетается с твоими я даже о боге с ним говорил я конечно не заявляю что именно так оно и есть я люблю проверять сам но все же это все не так просто потом я стал изучать осознанных сновидениях и наткнулся на книгу роберт монро путешествие вне тела так кстати и он к моему удивлению пишет о общении с сущностями порядка выше чем человек я был удивлен насколько все описаны им и увиденное мной коим образом похоже но знает что это мне сущность сказала особенно меня затронувшая он сказал сможешь отказаться от всех привязанности на земле сможешь жить вечно физически сможешь но захочешь и тебя освободят вот вдумайся вова вот теперь понял ты правильно мыслишь что тут всего лишь карантин я так понял по его словам почему-то я чувствовал такой намек с его страны что земная жизнь это всего лишь сон зависимости он дал мне намек что я сильно не привязывался к этой земле что планов очень много и что наш мир это ограниченный очень зависимый мир как бы мне намекая на то что я постарался больше не инкарнировать тут теперь постараюсь изложить то что передал он или она то есть сущность или просто тень так можно сказать в тот момент когда я парил в космосе разглядывал луну почему-то я не то чтобы не мог двигаться или летать в другую сторону я просто не мог подумать об этом так как очень привык ногам и представить не мог что могу двигаться куда хочу так сказать человеческое тело или скафандр настолько привязали мое сознание к земным законам что я просто о другом варианте не мог подумать после того как он дал о себе знать я просто почувствовал его вибрации или не знаю что он прервал мое наблюдение в голове и у меня появились к нему вопросы за что он раскритиковал или сделал так сказать замечание что я не сконцентрирован очень разбросан у меня было такое чувство что я полный дурачок пацан юнец перед ним на что он ухмыльнулся ухмыльнулся он это не то чтобы я услышал смех или увидел ухмылку а это просто ощущаешь там на той планете все по-другому и передать земными словами это просто очень сложно и так я сконцентрировался и спросил кто он ангел бог или что-то еще в этом роде он я был человеком много раз но перешел рубеж и не нуждаюсь в инкарнации я прошел этот цикл мне это не нужно я сознание и не более того я если бог или что-то еще в нашем понятии он как такового бога нет в нашем понятии но я так же как и ты в поисках смысла моего существования ведь я так же как и ты существую но уже в ином порядке я у меня много вопросов он перебил меня знаю ты разве не заметил что мы просто проникаем друг в друга одновременно я да но я все еще не понимаю как это происходит он вот почему в религиях говорится о том что после смерти все ваши грехи и поступки будут видны я я не очень верю религиям он я знаю вот потому ты тут иначе ты бы тут просто не смог оказаться потому что твое сознание было захвачено он не трать сил на это спрашивай я то знаю отвечу я почему я должен уточнить о религии но ты ведь понимаешь что это не сама суть в реальности и учитывая что реальности очень много то и вообще советую больше не интересоваться этим ты уже это понял я хорошо луна это что ты ведь понял что я имею ввиду он да луна это объект он работает стационарно то есть они редко там бывают но и не запускают в этом ответе мы одновременно поняли о ком идет речь о некой цивилизации которая нас создала и о том что луна это искусный спутник это пояснение автора продолжаем я а космонавты ведь не летают зачем нас обманывают он вас обманывают в основном из-за того первое если ваш корабль вылетит за орбиту солнечной системы мирность заканчивается то есть ваша мирность имеет предел за орбитой солнца и и и вы ваше тело корабль просто исчезнут буквально и ваши лидеры вынуждены уже врать вам даже по этой причине второе вас не пускают в космос так как вы еще не созрели для них ваших создателей они к вам относятся неплохо они ждут вас но не сейчас это непростой процесс и непосредственные дети которых они оставили на земле выполнять то что нужно все процессы на земле не случайны третье да они берут ресурсы но это для них не столь важно это если бы ты жил без шоколада вкусно но можно и без него по вашему времени в 2012 году они забрали огромное количество золота вот почему наши древние цивилизации прописали 2012 год и их пришествием но в этот раз они решили прийти без огласки у них нет чувства жадности они могут и не забирать но так как их дети верны им они отдают золото им как должное но не требуемое с их стороны они давно ушли с вашей планеты их на земле нет вы сейчас отвечаете сами за себя и ты лично не попадай в ловушку я ловушка какая он в том что вы привыкли винить все но не себя понятно я да я а их дети которые на земле они получается не очень хорошо справляется со своей задачей он они уже очень давно и очень хорошо справляются с ней то что в мире много плохого и хорошего это сито через которого пройдут те кто осознал себя в нашей мире вы все хотите дольше жить но при этом ничего не знаете почему не живете кто в этом виноват только ты сам но ты лично не беги за всеми ваш мир где ты сейчас это всего лишь камушек в море реальности уровней много чем выше уровень сознания тем дальше ты пойдешь не цепляйся за жизнь так как все иначе останешься там еще намного жизней умея отказать себе они ваши лидеры которые пиаристые еще долго будут на вашем плане реинкарнировать а ваш мир это ограничитель что вырваться с него надо все бросить и при жизни уметь совладать собой своим телом а вот дети ваших создателей их не пиарит они не нуждаются в деньгах их цель выполнить свою работу они осведомлены во многом они дают вам инструменты жизни и тут-то и проводится обучение ваш я а наши создатели где он они давно ушли со своей планеты когда у них стояла проблема на их планете им нужны были ресурсы и их они добывали на земле но сейчас этот вопрос решен и они сейчас создали себе сами условия для жизни и искусная их планета может передвигаться даже за солнечную систему так как они распотрошили одну планету вы ее найдете это фейтон изъяли ядро оттуда и при помощи этого ядра создали генератор мерности при помощи которого они могут передвигаться по всей галактике если надо да вы были созданы ими изначально как ресурс но они в данное время относятся к вам с вниманием и у вас как землян сейчас скажем так экзамен поэтому ваши процессы на земле все острее и острее все быстрее и быстрее и их дитё пытается как можно быстрее перейти на уровень где вы человечество получите доступ в космос и конечно же с их помощью вы получите знания о космокораблях многое их детям уже дано как подготовка я многие люди догадываются обо всем этом и считает что будет конец света что внеземная цивилизация нас просто колбасит он ты будь осторожен с этим очень много ловушек во многое как удочку закидывают если бы их дети захотели бы вас уничтожить это давно бы уже было сделано до один раз 700 лет назад переписывали историю и даже убирали людей но никакого конца не будет будет вознесение на личном уровне время еще не пришло ни ваши создатели не их дети это не зло как вам сучивают понятия зла у них нет а вот вы люди и ваши лидеры все зло сами делаете и это для вас урок уроки будут на всех уровнях иначе не поднимешься когда вам говорят что богатые люди плохие ты в это веришь но сам богатым не станешь ведь ты хочешь хорошего везде ловушки ваши лидеры тем самым еще больше укрепляют себя твое воображение и мысли влияют на окружающие слабой степени потому что ты не понимаешь что делаешь я а как понять он чтобы достигнуть этого нужно усердие контроль себя и мысли это непростой путь я зачем людям дали денежную систему это было сделано их детьми для их анализа то есть те кто богател того и считали умнее и дальше продвигали их для их детей это просто подсчет анализ умный ты или нет даже столько понимаю но это так дети ваших создателей им нужна была система анализа и все но ваши лидеры которые под контролем этих детей создали культ денег тем самым только усилив жажду к власти но когда детям ваших создателей что-то не нравится или идет не по их сценарию а них просто убирают я дети это кто по конкретнее он ваши создатели имели детей от созданных ими же людей от ваших женщин вот откуда у вас легенда о полубогах о голубой крови и так далее эти полубоги живут от 350 до 400 лет и эти дети делают все чтобы приблизить те дни когда вам человечеству будет дан доступ в космос он у вас больше власти чем вы думаете они всего лишь исполняют свой долг далее владимир он много мне рассказал о сущностях которые пребывают в нашем мире и те кто питаются нашими эмоциями но и в этом случае он призвал меня не видеть в них врага как он сказал мы не знаем кто такой бог но есть единый божий закон и все ему подчинены во всех планах из всего что я понял из моего опыта он меня будет ждать там после смерти моей он не дал понять что есть выше планы чем наш и не стоит прилипать к нашему плану а наш план очень груб ограничен и ты прав у матрицы есть границы и мы тут чтобы пройти этот опыт и уйти дальше и я понял что от это наш мир пусть ноги думает что я пессимист но это так это лучше быть дураком оптимистом и смысла жизни как такового нет и кстати он насквозь видел меня мои физические проблемы которые нет нет да беспокоит меня грыжа в шейном позвонке и плоскостопие намекнул мне что если я продолжу делать то или то то последствия будут такими то в общем я в глубине души жду встречи с ним снова и уверен в том что у каждого есть свой ставленник там мой итог мир наш фабрика для неопытных душ и мы тут как бройлерные курицы но если ты хочешь стать из курицы в орла и свободно летать нужно отказаться от того что едят эти курицы и расширить сознание понять что есть мир намного шире поэтому я глубоко убежден что вот эта самая элита на самом деле съест себя сама ведь у них очень сильные привязанности они просто пытаются тут жить вечно просто дети и все по сравнению с ними с кем мне пришлось контактировать я вот теперь благодаря твоему видео вирусах изучаю эту тему я точно хочу понять вирусы созданные людьми или созданные высшими силами серыми и другими и по сей день я по новостям слышу о каких-то гриппах с новыми названиями и так просто они об этом вещают как будто это все норма теперь я хочу подытожить весь текст сразу скажу я как и автор данного текста вас не пытаюсь убедить в чем-то авторы просто делится своим опытом нет какой-то корыстной составляющей например если сравнивать с некоторыми религиозными учениями никто вас не заставляет покупать серебро золото иконки свечки у меня на канале просто рассказывать свой личный опыт да и зачем тратить свое время писать несколько часов вк вместо того чтобы поспать или заняться более приятным времяпровождением просто человеку охота поделиться это не истинная это не доказуемая это не аппетитической картина мира верить или не верить решайте сами сразу хочу сказать у меня был и личный опыт не такой конечно как у далира но я тоже кое-что видел так называемые сущности тени они приходили ночью их было три но никуда правда меня не приглашали наверное просто наблюдали я видел их три тени когда проснулся ночью может может не пришло мое время может мне еще рано что-то показывать а может это и не нужно есть у меня еще много примеров когда мистика влияла на мое творчество один раз я делал материал но что-то мне не лезла в голову мысль и был творческий и умственный застой я решил прогуляться и пройти в магазин какое же было мое удивление когда придя домой я увидел открытую ссылку на один сайт ну строку заголовка в браузере но теперь по данному тексту я думаю некоторые могут сейчас цепляться к словам но сразу предупреждаю вы должны понять что автор видел и слышал находясь не в нашей реальности скорее всего его сознание было перенесено на другую частоту это знаете как радиоприемник сменилась волна так что ничего общего с реальностью так называемым миром нашим миром материальным это не имеет потому он там скорее всего и не мог двигаться потому он видел такую землю и такую луну любую реальность как я уже говорил мы создаем сами с помощью своего сознания здесь реальность в этом мире ограничены телом а если быть точнее нашим мозгом он не дает вырваться за пределы своего тела этого кокона он транслирует частоту этого мира потому в мире и могут быть огромное количество реальностей или там измерений хотите как называете это вы как крутите колесико на радиоприемнике ищите станцию так еще раз дорогие друзья если есть интересные инфа кидайте в к или на почту но не обещаю что скоро опубликую вы должны понимать это довольно трудоемко и энергозатратно плюс очень много уходит времени в любом случае заходите в к и добавляйтесь в друзья мне в к называется как и мой канал и мэйзинг ченнел с сам владимир пока до следующей встречи дальше